МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. На старт, внимание, чебоксары продолжают готовиться к международному спортивному форуму. Мечты сбываются. В домах жителей Чебоксарского района появился газ. Мы вместе, журналисты столицы Чувашии, встретились сегодня утром в своем сквере. Остался лишь месяц до событий, о котором в республике знают все. Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» стартует 9 октября. Формирование списка участников и медицинское обеспечение сегодня стали главными вопросами заседания Оргкомитета по подготовке и проведению форума. Почти 3000 участников прибудут в октябре в столицу Чувашии на Международный форум «Россия – спортивная держава». Он пройдет в Чебоксарах с 9 по 11 октября. Чувашскую республику будут представлять 250 человек. В том числе специалисты по физкультуре и спорту, главы муниципальных районов и городов, а также ветераны спорта и активисты нашей республики. Как отметил министр физической культуры и спорта, список уже сформирован. Все участники подтвердили свое участие, определены по направлениям, по участию в деловой программе. В настоящее время готовим уже в соответствии с квотой направить эти списки для аккредитации уже официальной в автономную некоммерческую организацию, ну то есть оператору проведения форума. То есть, надеемся, в ближайшие недели уже они будут официально аккредитованы. Медицинское обеспечение – одна из главных тем в подготовке форума. Все должно быть на должном уровне с учетом различных ситуаций. Так, например, надо создать резервные коечные места и неснижаемые запасы медикаментов. На период соревнований будет создан передвижной пункт со специальным оборудованием. В этом плане, как говорится, опыт работы у республики есть. Подтверждение этому – международные всероссийские соревнования по различным видам спорта, проходившие в Чувашии. Основными направлениями медицинского обеспечения форума являются медицинское обеспечение заезда спортсменов, медицинское обеспечение мест проживания спортсменов и гостей, медицинское обеспечение соревновательного процесса, антидопинговый контроль и медицинское обеспечение отъезда. Обсуждались на заседании и вопросы организации Международного дня ходьбы, который пройдет в рамках форума. Работы предстоит немало. Ведется благоустройство города, ведется работа на стадионе «Спартак», работа ведется над дневным, ночным оформлением города. И задача ставим перед собой максимально охватить жителей города, вовлечь в процесс, проводить соревнования, проводить спортивные соревнования. Ну и кульминация будет 9 октября. Видеомосты с детскими центрами «Артек», «Орленок», прямые включения с Олимпийского парка в Сочи, парад чемпионов России и мира на Красной площади, а также утренняя зарядка с Дмитрием Губерниевым. Все это и многое другое мы сможем увидеть уже через месяц. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Мечты сбываются у жителей Чебоксарского района. В их домах появился природный газ. Произошло это в преддверии дня работников нефтяной и газовой промышленности. На открытие газопровода приехал глава республики Михаил Игнатьев. Времена, когда нужно топить печи дровами, в Чебоксарском районе прошли. Завершилось строительство газопровода высокого давления от газораспределительной станции Чебоксары-3 до газопровода села Харкасы Чебоксарского района. Трасса длиной 4 километра 300 метров позволит обеспечить голубым топливом предприятия и домашние хозяйства Чебоксарского района. До этого дня эту функцию выполняла ГРС Пучах. Однако ее мощность рассчитана только на нужды компрессорной станции села Ишлеи и уже достигла предельной степени загрузки. За последние буквальные годы, я могу сказать, 1 миллиард 300 миллионов рублей выделено на проведение газопроводов на строительство АГРС-3. Буквально мы где-то 2,5 года назад запускали. И сегодня еще 4 проекта. То, что было сказано, это город Чебоксары-Новый Чебоксарск. Кольцевание, соответственно, ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 и практически в центральной части города Чебоксары, то, что газа не хватало, сегодня, в этом году появляется возможность даже уже получать потребителям центральной части города Чебоксары. Выделенные средства в рамках программы газификации регионов России предусматривают и проектирование газопроводов за Волжье. В этом году проект отправится на экспертизу. Предполагается, что трубы пролягут через территорию Мариэл. Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика. С полей республики убрано более 85% урожая. Намолочено почти 500 тысяч тонн зерна. Нынешний год для аграриев стал плодородным. Эти данные министр сельского хозяйства сегодня озвучил на еженедельном совещании в Доме правительства. Подробнее мой коллега Дмитрий Ковалев. Уборочная страда в республике затянулась. Работать аграрием мешают дожди. Благоволит погода только южным районам. Но в целом ситуация благоприятная. В Яльчиках закрома уже заполнены. В ближайшие дни о результатах отчитаются власти Батревского и Комсомольского районов. Урожайность аграриев радует. В среднем с одного гектара они получают более 20 центнеров. Прогнозы у министра сельского хозяйства пока тоже оптимистичные. Мы на этой неделе 100%... Какой день мы завершим? И вы доложите? 13 сентября мы должны завершить. Продолжается у нас сев озимых культур. На сегодняшний день посеяно 57,9 тысяч гектаров. Но план у нас 100 тысяч. К сожалению, пока вот тоже тяжело шел в связи с погодными условиями. Но почва подготовлена, она в достаточном количестве имеется. Беспокоит правительство республики и постоянно растущая задолженность по оплате за использование лесов. В черном списке 17 действующих и 27 бывших арендаторов. Республиканский бюджет недополучил от них 30 миллионов рублей. В целях уменьшения задолженности по платежам за использование лесов арендаторам лесных участков направлено в текущем году 95 претензионных писем о необходимости уплаты 19 миллионов рублей. Если не действуют и такие призывы, на нерадивых арендаторов подают в суд. Но долги продолжают расти, а недобросовестные предприниматели попросту уходят от ответственности. Глава республики напомнил о ситуации, которая сложилась вокруг Чувашского лесхоза. Предприятие обанкротилось, а все документы его руководители уничтожили. Михаил Игнатьев попросил разобраться в проблеме детально. Налицо коррупционные схемы. Я думаю и те работники, которые в Министерстве природных ресурсов, не все святые, скорее всего. Все это происходит с подачей муниципальных образований. Они пишут письма, фототайсово. И с этой точки зрения там еще много нам надо наводить порядок. Обсудили члены правительства и результаты недавней встречи главы республики с руководителем фонда содействия развитию жилищного строительства. В Чувашии будет передан земельный участок по Ядринскому шоссе. Здесь планируют построить 200 тысяч квадратных метров жилья. Михаил Игнатьев отметил, что это поможет создать здоровую конкурентную среду и закрыть лазейки для черных махинаций. То есть вот земля, пожалуйста, продается через аукцион, через эти схемы публично, открыто, прозрачно. Они ждут, они не продадут просто, у них не получится. Цена снизится. Еще одной важной задачей глава республики считает сохранение минимальных цен на жилье эконом-класса. Один квадратный метр должен стоить не дороже 30 тысяч. Медриковалев, Игорь Поручиков и Андрей Шоклев. Республика. Его называют энергетическим стержнем всего организма. Многие ученые считают, что именно в позвоночнике таится причина всех болезней. О том, как сохранить его здоровым, говорили на межрегиональной конференции в Центре травматологии и эндопротезирования. Болит спина. Такую жалобу можно услышать от людей практически всех возрастов и на всех континентах. Специалисты отмечают, серьезные хирургические проблемы позвоночника имеются у каждого второго. В эти дни актуальные вопросы вертебрологии, науки о болезнях и повреждениях позвоночника. Специалисты из разных регионов и стран обсуждают в Чебоксарах. Болезни позвоночника, они сейчас чрезвычайно распространены. Это, по сути, большой раздел ортопедии. И учитывая, что на Чувашской земле такие мероприятия довольно редки, я думаю, что приезд наших гостей из разных регионов России и за границей очень актуален. И конференция, предполагаю, будет очень интересной. С 2009 года в Центре ортопедии и эндопротезировании провели более 2,5 тысяч операций на позвоночник. Есть, что рассказать и что послушать. Во-первых, мы обмениваемся опытом. Во-вторых, это, конечно, обмен различными техниками оперативного лечения. Есть, конечно, некоторые различия в лечении больных, допустим, со рубежом в европейских странах, в сопоставлении опыта России. Такие мероприятия, такие сборы ведущих специалистов определяют тенденцию, тактику, направление развития медицины. Сидячий образ жизни на более подвижный среднестатистический житель Земли, и, скорее всего, в ближайшее время не поменяет, и из-за компьютера не встанет. А значит, на подобные конференции врачи будут собираться. Вопросы вертобрологии актуальности, увы, не утратят. Ольга Пыречкина, Елизавета Зайцева, Евгений Анисимов, Республика. Утро понедельника для водителей, которые ехали по трассе между Чебоксаром и Новочебоксарском, стало особенно недобрым. На небольшом участке дороги произошло сразу 6 аварий. На автодороге Чебоксара-Новочебоксар столкнулись сразу 20 автомобилей. Удивительно, но обошлось без пострадавших. Причиной большинства аварий стало банальное несоблюдение правил движения, скоростного режима и дистанции, сообщает автопортал «За рулем». Великий и Могучий подготовил новое испытание для российских 11-классников в этом учебном году. Кроме привычного ЕГЭ по русскому языку, им придется писать еще и выпускное сочинение. Решение принято на федеральном уровне. На подготовку остается три месяца. Но педагоги уверяют, ничего сверхъестественного, кроме знаний школьной программы, выпускникам не понадобится. Радости, конечно, нет от этого, но будем готовиться, мы не боимся. Какую книгу читаешь? Сейчас мы проходим. Чего мы проходим? А прочитать, похоже, придется всю и кратким содержанием не обойтись. Грамотно изложить свои мысли по прочитанным произведениям, проанализировать, сделать выводы. Таким видит сочинение в новой форме в Министерстве образования. Ребята получат в день экзамена конкретные темы по пяти направлениям. Далее, если те ребята, которые получили незачет, у них появляется еще два раза возможность, это в феврале, в апреле, мае, пересдать это сочинение, еще раз написать его. И таким образом получить допуск к итоговой государственной аттестации. Тех учеников, которые даже после двух переписываний не получат зачет, к ЕГЭ не допустят. Пока для подготовки к выпускному сочинению у 11-ти классников есть список литературы и пять тематических направлений. На какую именно тему придется сочинять, они узнают только в день экзамена. К тому же для каждого часового пояса будет сформирован свой перечень тем. Но выпускники второй гимназии уверены в своих силах. Я считаю, что даже тот, кто не читал, он по примерам, по тому, что говорит учитель русского языка, он уже запомнит. И я думаю, не возникнет никаких трудностей, потому что готовит нас к этому очень хорошо. Марина Пралькова, хотя и учится в физико-математическом классе, читает много художественной литературы и не понимает своих сверстников, которые не любят это делать. Выпускное сочинение, конечно, еще одна стрессовая ситуация. Но современным людям необходимо уметь грамотно выражать свои мысли, а поучиться этому стоит у русских классиков. Даже в Европе признаны наши писатели. И когда спрашивают о любимых книгах европейских, даже дизайнеров, кого угодно журналов, всегда Булгаков, всегда Достоевский, всегда Толстой и так далее. И всегда поражаешься. Господи, я русская, и у меня любимые книги иностранные, а у них Булгаков и Толстой. С другой стороны, сочинение – еще один шанс получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Пока учителя готовят выпускников практически вслепую, критерии оценки будут разработаны к началу октября, обещали в Министерстве образования. По русскому языку забот прибавилось, и по математике наоборот. Для кого-то убавилось ЕГЭ, поэтому предмету можно будет сдавать по выбору. На базовом уровне для тех, кому результаты не нужны для поступления в ВУЗ, и на профильном – для физиков и математиков. Такие преобразования пойдут на пользу ученикам, да и учителям тоже считают участники инициативной группы. Татьяна Трофимова, Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Подробнее о нововведениях, связанных с итоговой аттестацией выпускников и образовательным процессом в целом, в программе по существу сразу после информационного выпуска Республика. 8 сентября во всем мире журналисты отмечают День Солидарности. Этот праздник учредили в 1958 году на 4-м конгрессе Международной организации журналистов. А приурочили его к печальному событию 1943 года, когда в Германии нацисты казнили чехословацкого журналиста и публициста Юлиуса Фучика. Книгу-репортаж с петлей на шее он написал уже под арестом. За нее в 1950 году Фучика посмертно удостоили премии мира. Свою солидарность с коллегами в этот день журналисты печатных и электронных средств массовой информации продемонстрировали необычным способом, выйдя на утреннюю зарядку в свой сквер около Дома Печати. Обычно на таких мероприятиях журналисты делают репортажи, но сегодня принимают непосредственно участие. Вот так необычно в сквере журналистов начался рабочий день у представителей телевидения, радио и газет. Эта идея оторвать работников, пират, компьютеров и заставить поработать не только мозгами принадлежит Союзу журналистов. Судя по всему, самыми солидарными оказались сотрудники национальной телерадиокомпании. На зарядку вышла не только редакция радио и телевидение, но и, к примеру, коммерческий отдел, менеджер по персоналу и редактор сайта. Очень веселые такие упражнения, бодрят, особенно в понедельник утром. Не зря журналисты очень порядочные люди оказались, трудоголики, занимаются. Я думаю, что это необходимо хотя бы один раз, ну я не знаю, в половину дня, в 12 часов встать, всем поднять руки вверх, руки шире, побегать, попрыгать для того, чтобы вернуть эту бодрость себе. При выборе упражнений специфика профессии учитывалась, отметил инструктор. Ну, журналисты, они тоже люди, им нужны все упражнения, но особенно, наверное, для спины, потому что они много сидят за компьютером, пишут постоянно, что-то думают, скрючиваются. Им нужна осанка и здоровая спина. Устраивать себе подобные разминки каждый день, скорее всего, не будут, честно признались коллеги. Однако, знающие люди убеждены, даже если изредка польза будет. Я сама сегодня получила массу удовольствий, заряд бодрости, и думаю, сегодня у меня день сложится отлично. И, конечно, сегодня были такие упражнения, не только они просто так стояло и махали, но польза для мышц, для рук, для ног. Вообще, очень классная зарядка. Кстати, как и мы, наши коллеги не упустили возможности, даже разминая различные группы мышц, не оставили свои профессиональные обязанности. Так что о необычном спортивном утре в ближайшее время расскажут, покажут и напишут. Ольга Пырычкина, Андрей Спиридонов, Республика. Старт еженедельным массовым зарядкам был дан в Чебоксарах в минувшую субботу. Одновременно на нескольких площадках физкульт-минутку проводили представители различных спортивных федераций Республики. На разминку вышли все желающие приобщиться к активному и здоровому образу жизни. На зарядке побывала и наша съемочная группа. Зарядка проходила сразу на нескольких площадках города. На каждой из них собрались люди, независимо от возраста и социального положения, и сотрудники учреждений, и работники предприятий, учащиеся студенты и пенсионеры. Так, на площади Республики можно было увидеть сотрудников различных министерств и администрации города, во главе с Леонидом Черкесовым. В Чебоксарах стало доброй традицией проводить зарядки. И мы решили, что каждую неделю, каждую субботу в 10 утра в нескольких, во многих площадках города Чебоксара будем проводить зарядки. Во дворах, в микрорайонах, площадях, где свободно могут заниматься, будем проводить. На утреннюю зарядку пришли баскетболисты чебоксарской команды «Ястребы», кикбоксеры и спортсменки по фитнес-аэробике. Именно они проводили зарядку. Мы живем в таком прекрасном городе. Я думаю, что если зарядка будет проходить каждую субботу, она будет объединять нашу молодежь, объединять людей. Будут приходить люди пожилого возраста. Я в этом уверен. Зарядка, конечно же, нужна всем и всегда, потому что это придает бодрость. Зарядка – это спорт, это здоровый образ жизни. Поэтому всех призываем выходить каждую субботу к нам на площадь и повторять за нами движения. Теперь каждую субботу любой желающий может выйти и в отличной компании зарядиться энергией на весь день. А спортсмены республики в этом помогут. Узнать адреса ближайших площадок можно на сайте администрации города Чебоксары. Екатерина Абрамова, Николай Яковлев, Республика. 10 октября национальному телевидению исполнится три года. В честь этого события мы исполняем мечты наших телезрителей. Совсем скоро стартует реалити-проект «Три желания». У вас есть мечта? Пишите о ней в официальной группе национальной телерадиокомпании «Чуваши» ВКонтакте. Заказы уже поступают. Спешите рассказать и о своей мечте. Три самых оригинальных желания обязательно сбудутся. А сегодняшний день стал профессиональным праздником и для работников финансовой сферы. В ДК Чегу состоялось торжественное собрание по этому поводу. Подробнее об этом в наших завтрашних выпусках. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова